Привет, приветствую всех на своем канале, знакомьтесь, НОД, шизоидная группа. Это произойдет и сейчас, так или иначе займет время, вот обеспечивать понимание населения, потому что главная упор, как бы, точка опоры врага, это попытка под разными предлогами, от антиковидных до пацифистских сорвать, ударить Путину и России в ТЭЛ, в спину, и дать ей возможности победить в этом кризисе. Это значит. То есть, перевожу на нормальный человеческий язык, человек хочет создать Карибский кризис 2.0, вот, и победить в нем, но ему, как бы, мешают американцы. Вот. Благодаря Карибскому кризису он хочет вызвать понимание людей, типа, что сейчас происходит, типа, якобы в мире, в стране. Ну, есть такое дело, вот этих, у шизиков, сектантов, они пытаются объединить людей, как бы, да, вокруг своей идеи и все такое, а потом это плохо заканчивается, вот. Ну, просто, что было с Ом Синрикё, да, они тоже забавные личности были, но взяли, потом устроили теракт. Вот. Ладно, тут-то я решил, ну, написал вот такую тераду, потом, хоп, не ответили, я решил человека проверить вот такими штучками. Обычно боты их игнорируют, но тут вот человек, хоть и документы, не проигнорировал, да, ну, я еще написал тут про вопросы, которые были, которые фиксировались, вот, но мне сказали, что закиньте подальше эти сканы и не забивайте себе голову, да, и, типа, мои действия под экстремизм, да, то есть, борьба с коррупцией, у нас сейчас экстремизм, ладно. Я написал, что, правда, глаза колят, бла-бла-бла, все дела, вот, еще пошло, да, вот они говорят, типа, что американцы нам навязываются и ценности, такие как ювенальная юстиция, и ЛГБТ, совсем уже крыша поехала, вот, у человека, и дальше она кидает, вот, такую статейку, так, ссылочка, а, ну, то же самое, вот, построен, запущен Северный поток-2, который в будущем окажет сильнейшее влияние на глобальную мировую политику и экономику, по-моему, он был убыточный, не? Так, осужденный отправлен в тюрьму экстремист Навальный, прекращена деятельность всей сетки ФБК, протесты экстремистов провалились, врешь, врешь, дурочка, врешь, как протестная деятельность экстремистов провалилась, сами-то протестуйте, вы же тоже экстремисты, те, кто протестуют, есть экстремисты, все, вы сами за это проголосовали, и при этом, вы сами стоите на улицах и пикетируете, нас-то уже давно все в Кирове-то поняли, что это скан, этот, но, и больше не пикетирует, я их не вижу вообще, группа кировская сдохла в 15-м, по-моему, не по-моему, в каком-то году, вот, нам говорят, что экспорт продовольствия из России превысил импорт зарубежных продуктов, конечно, запретили импортировать продукты из других стран, при учете, что у нас много чего запрещено импортировать, а своего мы выпустить не можем, по многим причинам, да, потому что это у нас физически нельзя сделать, вот, да, да, экспорт есть, как бы, наши продукты встречаются, дымка в Китае есть, ну, вятский квас в свое время был на Украине, Игорь Белецкий охлаждал его, не просто же так он выбрал вятский квас, да, видимо, ему заслали этот вятский квас, как бы, да, попить, вот, это понятно. Из России начали обижать всякие Моргенштерны, тоже вот радуются. А, началась ликвидация деятельности инагентов. Многие организации, представители СМИ получили статус иностранного агента, особо опасные из них ликвидированные, вот. Ну, они тут говорили еще, типа, вроде где-то, или не здесь, я читал, да, что мемориал тоже прессуют, вот они, кстати, про мемориал тоже говорят, типа, что это нас инагенты, хотя мемориал в свое время поддержал Грубачев, по-моему, да, и они там ставили эти памятники жертвам репрессий. Это их рук дело. Памятник в вашем городе, это их рук дело. Ничего-то еще. Вот. Радуются, что Моргенштерны побежали. Моргенштерна никогда не слушал. Реальные тюремные сроки начали получать блогеры, делающие непристойные стимки на фоне храмов и мемориалов. Но насчет этого, это жидкая вообще тема, да, я возьмусь, забью фейс и пойду, типа, снимать ролики, там, не знаю, на фоне храма, какой-нибудь, сниму ролик, и непристойная фотография, потому что фейс забит, как у Моргенштерна или там у фейса. Вот. Газпром разорвал контракты со всеми артистами, которые поддержали Навального и снял их с проектов НТВ, ТНТ, ТВ3, Пятница, Матч ТВ, Комедия Клаб, Центра Партнер Шип, Год Медиа Истории и другие. Как мне кажется, это вообще все принадлежит Газпрома, да, и за это его уже надо штрафовать антибонопольщикам. Но у нас же коррупция, что, докажи им. Вот. В течение года несколько раз обновлен рекорд по накоплению золотоволютных резервов. Хоть бы нас их воруют. Понятно, сам это что прожал с телефона. В розничную продажу поступил первый российский смартфон Айя, новинка, безусловно, требует доработки, но это... Не могла я твою эту баночку открыть. ничем никак. Ну и ладно. Вон, ешь печень. Серьезно. Вот. Ну и говорят, что типа вот это Ауяя, как оно там, да, у нас сделали смартфончик-то. Этот телефончик, ну ладно, допустим, этот, да, первый российский смартфон. Ой, автомат-производитель Китай. А я так радовался в России, в Зеленограде, на Байкале сделали телефон. Ладно, производственных линий у нас нет, отдали на аутсорс китайцам. Бля. Я думал, телефон будет на Байкале, а он на медиатеке. Девушка, хватит пиздеть. Просто вот врет и не стесняется. Хоть честно написал, наверное, что он тут недоработанный. Ну, а зачем писать, что это первый российский смартфон у нас? Первый российский смартфон по-настоящему российский разрабатывался в России компанией Yota. Был YotaFone. Вы не забыли? Правда, что-то он нахрен никому не нужен стал, его продали китайцам. А китайцы все скупают. У них это продается неплохо. Они умеют с этим работать. Российские кинематографы первыми в мире отправились в космос для съемки художественного фильма. Но до них еще хотел отправиться Порнхаб, но что-то не заладилось. Ладно. Москва победила в конкурсе лучший город Европы. Ой-ой-ой, как смешно это читать. Лучший город Европы. Посмотрите, Варламова, других людей, кто реально разбирается в урбанистике, и не скажет, что лучший город Европы это явно не Москва. У нас уничтожается все. Да? В Европе сгорела дверь, тебе хрен разрешат поставить, ну, грубо говоря, там сломалась дверь, сгорела дверь, тебе хрен разрешат поставить пластиковое дерьмо. ты там, ты там кучу инстанций пройдешь и докажешь, что старую дверь восстановить никак нельзя. Они поддерживают внешний облик города и внешний облик дома, в котором живут люди. Как-то вот так. Путин поддержал предприятие ДНР и ЛНР и допустил товары республик на российские рынки. Вот. Вроде бы импорт, вы там, что, сами себе противоречите, да, где-то тут было? Где это у нас? Где это у нас? Где-где? Экспорт продовольствия страны превысил импорт. Зачем? Вы же хотите полностью избавиться от импорта, но при этом из ДНР и ЛНР террористических районов Украины так их считает. Мое мнение. Я тоже придерживаюсь его, да, нас вот показывают, что, типа, такое дело есть. Так, ну и самая главная новость уходящего года Россия выдвинула западу ультиматум, согласно которому все американские натовские войска обязаны убраться с бывших территорий СССР и тем самым начав послушать тем самым начав послушать историю гегемонии США в мире. Но вообще вот это у нас, ну вот это я слышал этот бред, вот этот вот бред там про что там, я это слышал это все знаю как бы тоже вот один человечек Алексей Верпатов пишет бред они вот только это и умеют писать что-то развернуто, что-то адекватно они написать не могут ладно, поржали кстати, телефон реально вот медиатек первый российский смартфон первый российский смартфон был йотафон и у нас в России и до йотафонов делали телефоны например, да, я в свое время подумывал купить роллсон да, я не шучу телефон роллсон с цветным экраном радиоприемником и все чуть-чуть подороже моего мотора ц-115 но в городе у себя его не нашел в интернете я о нем читал как бы да, тут вот дальше мы идем тут нам говорят что типа иди лесом к своему бесу а мы с Богом и с Путиным за суверенитет России да, были группы где там пара людей закрыли по статье оскорбление чувств верующих хоть где-то она работала там народ писал что Путин послан Богом Путин есть новый Иисус да, для России что-то типа они писали как бы но что двинутые люди тут с ними как бы разбираться не стоит агриться на все абсолютно они тоже вот начинаешь стоишь не в тех группах тебя просто банят официально как бы все ты подписан на группу скажем просто просто фьюри да фьюри тиреантропия да там еще какие-то группы подобного плана вот тебя просто тупо банят еще и потыкают картинками с этих групп покажут всем типа вот смотрите Дмитрий Бугаренко у нас вот тусуется в таких вот группах это группы педерастов пропагандирующих западные ЛГБТ ценности я я сижу фейспаум заебись просто фейспаум вот потом что-то меня забанили дальше сраться начал в этой группе вот там теряли мои посты шизоиды эти да в личку мне писали что ты пушила мы тебя там ну ты на зону попадешь да вот мы тебя там типа это опустим не сомневайся вот и все такое мы еще писали забавного такого смешного ауешники клана заходишь смотришь там пацанчик молодой такой лет 18 вот хоть знает сидел не сидел но если ты не сидел то ауе расшифроваться как анальных у тех единства вот ну это если ты не сидел и просто тусуешься в этих группах кушать их шкалатронов я в свое время понавидал вот одному досталось хорошенько у него охранник выкинул с торгового центра ну а там шкалатрон до меня доебался что-то типа что снимаешь типа а холь ты тут в рюкзачке ходишь там типа да армейском вот типа что там долбоебик что-ли типа такого а я там что-то не понял еще короткий ролик снять вот без монтажа с ними не получилось с этим малышникам вот тут рассказывают что в США еще больше коррупции чем в России да вот что-то тут было организовано по почте независимо от того проголосовал американский нет у них стран такая система вот это хорошо видимо потому что президенты США меняются через каждые 4 года но национальный курс не меняется с начала 20 века направлен на гегемонию США в мире какой национальный курс у нас какой национальный курс вы объясните насрать американцам я не понимаю все такое да если вы говорите о диктате власти то удивительно как за свои высказывания и призывы и оскорбления в адрес президента диктатора к вам его представляют прозападные СМИ да типа вы не попали в тюрьму ну вот так вот не попал потому что наш Вовочка не умеет пользоваться интернетом ему что на бумажке написали то он и выполняет грубо говоря ну очнитесь так вот ну нам вывращивают идеологическое мышление с патриотического на предательское человек даже этого не замечает но его сознанием целенаправленно и умышленно США манипулируют и главное не Англия не Германия не Венгрия не Польша не кто-то там еще нет США 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 от каждого я слышу США они типа жаждут ликвидации России вот просто бред какой-то несут они забавный вот как-то так то есть смешно это да то есть смешно наблюдать вот забанен как говорил наверное то есть забавно вот они еще в Белоруссию пошли у них есть курс на Казахстан вот это уже заметно что они типа собираются завоевывать эти территории а а да к чему это все ну что они что-то говорят ну вот Байкал вот у нас они как-то протестовали ну пикетировали пикетировали но а вот Синатра 200 лабораторий США по всему миру производится новые и новые смертельные вирусы под прикрытием ВОЗа планомерно убивает сотни тысяч людей спасение есть меняем колониальные статьи конституции по решению народа вот 01 07 20 года проводим двухнедельный полный карантин больных нет как бы карантин то еще надо было проводить в 20-м году у нас же заболеваемость была самая низкая в мире я не шучу у нас была самая низкая заболеваемость в мире но что у нас получилось приехали люди с отпуска их надо бы куда правильно в карантин но у нас сказали объявляю нерабочую неделю и народ побежал кто к родителям кто на море кто в городе тусовался приехал вдруг они там пообщались вот как у нас был человек приехал с Турции нормально себя чувствовал с нами общался и сам мы там разговаривал и мы там играли вместе собачья тусовка вот грубо говоря через какое-то время у нас осталось десяти человек четыре человека все по больницам разъехались все с ковидом выходной день я кстати жестяка в Кирове вообще не видел что самое интересное да маски там требовали надеть но я говорю я на велосипеде еду какая маска блин вот вот тут у нас такая фигня идет в рамках сеструюзной акции флешбоб Россия Казахстан Единое Отечество знак поддержки лендера НОТ и президента России Путина вот понятно тут Евгений Федоров план Путина это единственный план который приводит к спасению какой план Путина вообще ничего не говорят такое себе да вот забавно каждый день смотришь и каждый день очередной высерк про развал территории СССР США и им там подсасывают Англия вот НОТ заявляет о необходимости расследования событий 91 года пришедших приведших к развалу СССР мы требуем возбудить уголовное дело против предателя родины Михаила Корбачева да они на него официально писали заявление в суд блять здорово тучитесь у нас есть документы да о вбросах у нас есть документы о том что был незаконный вывоз леса из страны в обмен на какие-то там продовольственные товары в 90-х так почему мы-то не можем пойти в суд и написать заявление когда я об этом пишу меня называют экстремистом заебись вот и возврат к границам 45-го 91-го года ничего у вас это не получится ваш там все кто был в этом союзе свалили их же никто не держал они сами свалили последним то уже начала откидываться Украина Казахстан другие страны первым-то Прибалтика свалила вот первым-то сбежала Прибалтика типа нахер нам это чудо техники взяла и сбежала вот оформить подписку на газету национальный курс можно не уходя из дома заполнив свои данные на сайте почты России вот тоже не написано сколько она стоит эта подписка просто они спамом кидает еще и анкета добровольца вот надо будет скачать ее доработать что у нас тут таблица готовится так что у нас тут пишет образец фамилия имя год рождения телефон он класс просто класс вот такое дело да так что у нас тут еще то опять это же самое омск за суверенитет ну видите тут все в основном пенсионеры есть промытая молодежь с промытыми мозгами вот например да знаете кто а знаете кто это давайте а не посмотрим ну ладно знаете кто это да это бюджетник бюджетник я сто процентов уверен что это вот это все бюджетники которые заставляют свято верить что надо спасать страну при помощи путина вот можете вот спамы накидайте чтобы знали свое место и не выпендривались вот так вот когда им говорили что у нас есть вот такие такие проблемы их надо решать на что тебе заявляют что это все происки США и как то так то есть когда я заявлял что у меня отцу не выдавали лекарства они говорили что это происки США зашибись у нас помнится был мукоэсцидоз или как он там да заболевание есть такое много больных с этой болячкой просто взяли закрыли доступ к лекарствам и Pfizer по-моему если не ошибаюсь взяла и это препарат для лечения задонатило больным просто задонатило ну вот вот так вот работают наши западные коллеги грубо говоря у нас сайт закрыли у нас нет аналогов никаких аналогов нет все да и эти лекарства ты не всегда можешь получить у меня отец не всегда получил лекарства ты приходишь лекарств нет лекарств нет остался по упаковке осталось этого порошка идешь и за свой счет покупаешь лекарства не дешевые вам практически все там большинство денег уходило на лекарства ну и что вот это ваш национальный курс в других-то странах люди путешествуют на пенсию как-то живут вот а у нас дожил до пенсии все сдох как-то вот так на этом все всем удачи всем пока но одно до меня бомбит когда-нибудь я с ними разберусь пишем на них заявление в полицию за экстремизм вот все такое давайте расправимся с этой экстремистской ячейкой сектой вот потому что реально меня уже не достали вылезают из всех щелей там они даже в тикток пролезли что самое забавное ну ладно на это все всем удачи всем пока пока Продолжение следует...